В проекте «Арктик-СПГ-2» наступил важный этап. Основные события сейчас разворачиваются в сухом доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений Белокаменки. Подробности в материале Владимира Кострова и Сергея Корнакова. С чего начинается жизнь гигантского плавучего завода по ужижению природного газа? Она начинается с переплетения толстой арматуры и круглосуточной работы бетонного завода. В Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений началось создание третьей технологической линии проекта «Арктик-СПГ-2». После отправки в июле этого года на полуостров Гэдан первой технологической линии по сжижению природного газа в доке стало как-то пустовато. Но это ненадолго. Уже началась заливка бетонной плиты для основания гравитационного типа. Скорость заливки примерно 100 кубометров в час, а вся конструкция потребует, только вдумайтесь в эту цифру 170 тысяч кубометров бетона. Мы используем два типа бетона, которые разработаны российским институтом. Плотность этого бетона одного 2050 кг на метр кубический, второго 2250 кг на метр кубический. Для сравнения плотность обычного бетона 2400 кг. То есть это сделано для того, чтобы обеспечить максимальную плавучесть будущему основанию гравитационного типа. В центре строительства крупнотоннажных морских сооружений четыре собственных бетонных завода. Компоненты для смеси только российские, как и металлоконструкции. В основании будущей гравитационной платформы уже вплетено полторы тысячи тонн арматуры, а всего будет 58 тысяч. Для соединения арматуры мы применяем сварку трения на проволоку и резьбовые муфты. А плавучесть, я так понимаю, что у вас больше всего это достигается за счет того, что это герметичная конструкция. Точно так же, как и корабли. Корабли сделаются из металла, а это из бетона. Законы Архимеда никто не отменял? Никто не отменял. На самом деле все сложно, но если разобраться, все просто. В процессе строительства внутри платформы сформируют два резервуара для сжиженного природного газа. Пустоты, сопоставимые по высоте с многоэтажным домом. Правда, на этом этапе пока еще сложно разглядеть в чистоколе арматуры геометрический задел под эти огромные хранилища. Конечно, потребуется воображение, чтобы представить над этой плитой 30-ти метровые основания гравитационного типа. Тем не менее, время летит быстро и окончание бетонных работ запланировано уже на начало 2025 года. Владимир Костров, Сергей Корнаков, Вести Мурман.